Добрый день. Что касается данных относительно вариабельности морфологических изменений, проявлений или гормонального рецепторного статуса, и HER2 статуса в первичной опухоли и в метастазе, эти данные существуют уже давно, исследований очень много. Они начались еще в 80-х годах прошлого века. И вот одна из первых работ, которая доказала различие между рецепторным статусом в первичной опухоли и рецепторным статусом в метастазах этой опухоли, была выполнена в 83-м году. И использовала еще для этого биохимические методы выявления рецепторов сыроидных гормонов. К настоящему моменту проведено большое количество подобных исследований. И в 2013 году был опубликован мета-анализ. Группа итальянских ученых, которые очень серьезно занимаются вопросами патологии молочной железы опухолевой. И в этом мета-анализе было проанализировано в общей сложности порядка 48 статей. В период с 1983 по 2011 годы изменения сравнивались как по рецепторному статусу, так и по статусу экспрессии рецепторов эпидермального фактора роста. При этом в 33 из этих статей были исследованы изменения по эстрогеновым рецепторам, что в общей сложности составило больше 4000 случаев. В 24 статьях проанализированы изменения прогестероновых рецепторов их экспрессии, около 3000 случаев общей сложности. И в 31 статье проанализированы изменения статуса ХЕР-2. Вот приведены все эти исследования, списки. Вы видите, география очень широкая. Это большое количество европейских стран, Америка, Япония, Китай. Очень большая география. И что же получилось? По результатам анализа, если рассматривать экспрессию рецепторов эстрогеновых рецепторов, то несоответствие фенотипа в общей сложности выявлено в порядка 20% случаев. То есть 1,5 случаев изменился статус эстрогеновых рецепторов в метастазе по сравнению с первичной опухолью. При этом ученые отдельно проанализировали проспективные, ретроспективные исследования, и изменения, соответственно, составили 29,19%. Мы несколько позже обсудим, почему такие различия. И по их данным, изменение фенотипа с позитивного на негативный было зафиксировано в 24% случаев. Обратное же изменение из негативного в позитивный статус, что, в общем, ожидаемо в меньшей степени, тем не менее, было зафиксировано в 14% случаев. Что касается результатов по прогестероновым рецепторам, то несоответствие фенотипа выявлено в трети случаев. Одна треть случаев изменили свой статус рецепторный. При этом также различия между проспективными и ретроспективными исследованиями имеются, но они не такие большие. Это 37-33%. И также изменение выявлено не только. Смена с позитивного статуса на негативный, что зафиксировано аж в 46% случаев, то есть практически половина позитивных опухолей стала негативными в метастазе. Но и обратная смена с негативного на позитивный статус также зафиксировано в около 15% случаев. Данные по рецептору эпидермального фактора роста. Изменения выявляются не так часто, это около 10%. Проспективные и ретроспективные данные – это 10,8%. И опять же мы можем констатировать, что изменяется не только статус позитивного на негативный в около 13% случаев, ну и в небольшой части случаев, в 5% появляется экспрессия, которой не было в метастазе. Кроме того, этот метаанализ анализировал не только сам факт смены фенотипа, но и то, как это влияет на лечение и прогноз таких пациентов. И было доказано, что значительная часть пациентов, которая изначально имела позитивный рецепторный, или HER2-статус, и развила фактически резистентность к проводимому лечению, имела смену фенотипа на негативную. То есть смена фенотипа ассоциирована с развитием резистентности к проводимому лечению. Кроме того, чаще всего определяется именно смена рецепторного статуса по прогестероновым рецепторам. И хотя на сегодняшний день в подходах к назначению лечения это в меньшей степени влияет на выбор тактики, но, тем не менее, по некоторым данным зафиксировано, что опухоли с подобной сменой фенотипа становятся более агрессивной и снижаются показатели выживаемости у таких пациентов. Что же можно в качестве такого резюме сказать? Что уже практически 40 лет проводятся исследования, которые констатируют наличие изменений в рецепторном статусе между первичной опухолью и ее метастазами. Каковы могут быть причины этого? Выделяют две группы причин. Первая, казалось бы, довольно очевидная – это технические причины. Потому что, если мы возьмем старые работы 80-х годов, то, по крайней мере, первые из них основаны на другом методе выявления рецепторов, на биохимическом методе, который тяжело стандартизировать, у которого есть свои ограничения довольно существенные. Остальные же работы приходятся в основном на тот исторический промежуток времени, когда иммуногистохимический метод, который на сегодняшний момент является стандартным для клиники, проходил свое становление, развивался. Этот метод тоже чувствителен к внешним факторам среды. И на первых этапах своего развития внедрения в практику он был более чувствителен к этим факторам. И результаты исследования сильно варьировали от того, в чьих руках было проведено исследование. Поэтому эти данные есть о том, что воспроизводимость подобных исследований иммуногистохимических в ранних работах не очень высока. И это может определять отчасти разницу в показателях экспрессии рецепторов как в первичной, так и в метастатической опухоли. Но, однако, не зря я привела данные о сравнении различий в экспрессии этих маркеров в проспективных и в ретроспективных исследованиях. Различия по разным показателям не так сильно варьируют. Вероятно, это связано с тем, что некоторые показатели легче стандартизировать и легче воспроизводить. Но, тем не менее, наличие, выявление различий между экспрессией в разных стадиях развития опухоли в проспективных исследованиях, когда мы можем говорить о том, что иммуногистохимический метод как методика диагностическая уже сформировался, что он уже стандартен, что он валиден, что он надежен, насколько это возможно, говорит о том, что это истинные различия. И, таким образом, мы можем, по большому счету, технические причины некоторым образом отмести. И остается вторая группа причин больших – это биологические. То есть это биологические различия, которые, в общем, не являются для нас секретом, потому что, когда мы видим опухоль, даже первичную опухоль, вот это нормальная ткань, вот это опухолевая ткань, все, она отличается от нормальной. И вы видите, в самой опухоли есть участки такого строения и другого строения. Есть железистые с формированием структур, просветов, и есть компактные, плотные, солидные, веретиноклеточные трансформации. То есть гетерогенность есть, она очевидна, она налицо. Как она реализуется в клинике, как она реализуется на фоне лечения? Это вопрос. Кроме того, мы можем говорить о том, что и биологическая гетерогенность опухоли, очевидно, не только ее морфологическая. Это экспрессия одного из рецепторов стероидных гормонов. Вы видите, опухоль морфологически не сильно отличается в разных частях друг от друга, но при этом в одном месте она дает много рецепторов, а в другом месте мало рецепторов. То есть биологические различия есть, и, вероятно, как-то они могут повлиять на то, что происходит. Что же было предпринято дальше? Сейчас наши возможности гораздо более широки. Мы можем не просто наблюдать, мы можем попытаться зрить в корень, посмотреть в генетику, посмотреть, как изменяются молекулярно-биологические характеристики опухоли на различных этапах ее развития. И вот достижения генетики нам говорят о том, что то, что мы наблюдаем нашими методами морфологическими, отражает эволюцию генома опухоли. Но это может реализовываться, опять же, несколькими путями. Это изменение биологии опухоли. То есть истинная эволюция. Опухоль, как в классике, клональное заболевание, клональный процесс. И на фоне лечения или на фоне прогрессирования опухоли она меняется. Тот же клон, который был. Либо происходит клональная селекция опухолевых клеток в результате терапии. То есть мы предполагаем о том, что либо опухоль мутирует на фоне терапии, либо чувствительная к терапии часть опухоли погибает, а нечувствительная остается, и мы потом ее выявляем, и она имеет другую биологию, другой иммунофенотип. Либо развитие нового опухолевого клона, то есть, опять же, за счет приобретения каких-то новых мутаций, которых не было, и наличие субклонов в опухоли, которые не могут быть выявлены при рутинном исследовании, и которые проявляют себя на фоне различных видов лечения или на фоне прогрессии, на фоне адаптации опухоли к изменяющимся условиям в организме. И вот часть работ посвящена тому, чтобы как-то подтвердить эти биологические основы изменения фенотипа. И вот Хилтон с авторами исследовал проспективно как первичную опухоль, так и ее метастазы, и определил изменения в рецепторном статусе между первичной опухолью и костными метастазами, но при этом все метастазы в костях, и мы имели сходный статус рецепторный. То есть, таким образом, можно говорить о том, что метастазировал определенный клон или определенная часть опухоли, которая имела другой рецепторный статус. У нас тоже есть небольшой опыт в исследовании изменения фенотипа на фоне лечения, и мы можем сказать, что наши данные совпадают с литературными. до 20% опухоли меняют свой статус как в сторону потери экспрессии, так и в сторону приобретения экспрессии на фоне лечения по всем маркерам, которые мы тестируем рутинно. Ну, остается очень много вопросов до сих пор. То есть, каким образом, при каких условиях и когда происходит вот это изменение экспрессии рецепторных гормонов и рецептора эпидермального фактора роста, на сегодняшний день ответа нет на эти вопросы, хотя исследований очень много, они продолжаются. Я думаю, что рано или поздно все-таки мы сможем прийти к какому-то консенсусу, но на сегодняшний день представляется, что все-таки имеется несколько механизмов, как есть несколько механизмов канцерогенеза, несколько механизмов прогрессии опухоли, то, вероятно, здесь имеет место как эволюция, так и селекция на фоне терапии. И также до сих пор не вполне понятно, как это влияет на клинику, как это влияет и должно влиять на план лечения, как это может его скорректировать и как это влияет на выживаемость. Хотя данные сейчас накапливаются, и вот я уже часть продемонстрировала, свидетельствуют о том, что это влияет на течение заболевания и, вероятно, это все-таки повод для коррекции терапии. И вопрос, когда выполнять ретестирование опухоли, ее метастазов, в общем, вопрос о том, выполнять ли его вообще уже не стоит, я надеюсь, то есть вопрос лишь о том, когда это делать и как часто, может быть, это делать, надо ли тестировать каждый метастаз, надо ли тестировать все метастазы, надо ли тестировать метастазы, которые могут отличаться, скажем, те, которые вне гематоэнцефалического барьера или за гематоэнцефалическим барьером. То есть это уже такие детальные вопросы, но тем не менее на сегодняшний день в соответствии с международными рекомендациями необходимо биопсировать метастазы опухоли и уточнять их гормональный ИХЕР-2 статус, потому что это, в общем, основание для того, чтобы как-то корректировать терапию. И даже НССН рекомендует проводить биопсию всегда, когда необходимо подтвердить рецидив или метастазирование опухоли и повторно тестировать ее на эти маркеры. Спасибо за внимание.